здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас в очередном обзоре одежды красивые модные актуальные и не очень я заметила что подобные сумки итальянского бренда urciani очень популярны продаются во многих магазинах здесь падуи интересным является то что этот бренд как в целом и любой сумочный итальянский бренд очень любит предлагать своим покупателям и клиентам сумки ярких цветов действительно сумки ярких цветов также обувь ярких цветов иными словами акцентные сумки обувь это то что в италии очень любима меня несколько удивляет что до сих пор подобные сумки итальянские витринисты предлагают нам достаточно ярких образов в целом красочные насыщенные полные яркими краском образы смотрятся на данный момент не так актуальны как точно такие же образы собраны из такой же одежды но в более спокойных цветах и когда все-таки применяется и миксуется в одном образе не более трех цветов и в подобных аутфитах составленных из одежды серых цветов и всех оттенков интенсивности серого в черных цветах в светлых цветах что называется базовых сумки яркого цвета смотрится очень красиво и на мой взгляд это очень достойный компромисс для тех кто все-таки возможно также как и я с одной стороны устал от одежды яркого цвета а с другой стороны все таки тяготеет к некой яркости ее можно восполнить благодаря обуви яркого цвета и сумкам яркого цвета снова обращает на себя внимание что в италии по всей видимости все-таки очень любят и я сама полностью подобную любовь разделяю когда сумка и обувь по цвету совпадают при этом это может быть посмотрите даже и спортивная обувь как данном случае кроссовки с голубыми элементами которые повторяются также в цвете сумки покажу вам несколько примеров очень красивого сочетания не просто белых колготок а белых ажурных колготок это абсолютный тренд который к нашей радости стоит недорого вот очень интересный пример когда недорогая одежда она именно такова хорошо смотрится если образ составлен в светлых цветах и также к этому образу очень хорошо подошла бы по настроению безусловно сумка яркого цвета либо акцентная яркого цвета обувь еще один пример добавить цвета в аутфит это использовать трикотаж при этом уделять важное внимание чтобы этого цвета в распределениях пропорций по всему аутфиту было действительно мало примерно 30 процентов желательно может быть даже 20 именно поэтому шарф яркого цвета это всегда беспроигрышный вариант и оживляет и добавляет цвета и есть возможность красиво сочетать цвета например бирюзовый очень красиво смотрится с серым как мы смогли убедиться сейчас и при этом не нарушать пропорции потому что если яркого цвета будет очень много то снова будет ощущение что аутфит слишком яркий а возможно многие хотели бы просто добавить цвет уйти от монотонности спокойных цветов но при этом все таки не иметь яркий и кричащий аутфит я очень люблю бомбер считаю это одно из самых универсальных видов одежды а при этом бобер может быть укороченный так он будет смотреться остромодно именно в этом сезоне бомбер очень короткий очень объемный это может быть также удлиненный вариант это тоже очень хорошо потому что прикрывает бедра и зачастую это нужно сделать и бомбер может быть также классической средней длины новая версия балеток от марки тот многие знают что марка специализируется в том числе и на балетках балетки стали более широкими а декольте не такое глубокое как было раньше при этом мне кажется что в таких балетка женская стопа действительно будет смотреться не очень хорошо марка оган из сезона в сезон уже достаточно давно выглядит крайне неактуально а в этом сезоне подобный плащ который стоит почти две тысячи евро вообще вызывает недоумение не актуальная длина и не актуальный фасон пример того когда одежда стоит больших денег и возможно очень качественно прослужит много много сезонов но при этом выглядит крайне не актуально марка ли у джо демонстрирует нам также пример очень странно выглядящий верхней одежды сам по себе лаковый финиш это всегда для очень смелых и смотрится такая одежда красиво но не однозначно она действительно для смелых и для соответствующих уличных декораций фасон тоже оставляет желать лучшего он слишком приталенный также как и длина марка twin set тоже демонстрирует нам пальто на которое бы я не рекомендовала тратить деньги если бы вы сейчас спросили моего совета и хотели бы приобрести себе новое пальто любое пальто с поясом любой плащ с поясом тренч с поясом исключение составляет тренчи классического кроя которые безусловно и так имеют пояс и должны его иметь все эти модели как будто бы на запах смотрятся в этом сезоне и продолжают смотреться весенне-летнем сезоне крайне не актуально если есть продолжаем носить это очень женственно и очень красиво но если мы хотим приобрести себе новую верхнюю одежду подобных фасонов стоит избегать на мой взгляд на носили слишком долго вернуться они нескоро очень мне понравились эти брюки они кстати пошли на сейл это брюки от марки twin set и у них как будто бы либо действительно заниженная талия вообще женские брюки в особенности выполнены из костюмной ткани и на заниженной талии смотрится очень актуально уже новая коллекция марки twin set это весна-лето этого года и как я часто говорю сейчас любая марка на мой взгляд делает выбор и принимает вектор и направление либо праздничности нарядности перед нами подобные аутфиты такая одежда на безусловно в гид очень нарядно при этом она даже в подобных сочетаниях подобных аутфитах будет уместно смотреться во многих городах в особенности в центре где много кафе красивых магазинов но любая часть этих аутфитов будет хорошо сочетаться например с денимом и тогда в особенности будет подходить для повседневные носки так вот очень многие марки примен принимают вектор нарядности а другие наоборот уходят в некую универсальность одежда выглядит очень просто похоже на некую униформу на офисный стиль и действительно именно эти два направления на мой взгляд сейчас и превалируют в моде и каждый из нас может выбрать то что ей ближе при этом безусловно в гардеробе каждой модницы могут уживаться вещи купленные в обоих этих актуальных сейчас направлениях и вот пожалуйста снова пример того как мы модные и актуальные тенденции можем внедрять наш собственный гардероб перед нами безусловно остромодная вещь это не просто пиджак как будто бы с мужского плеча но и выполнены из костюмной ткани и замиксован он сочетается самыми обычными джинсами которые есть в гардеробе любой из нас кстати здесь интересно что пинка снова предлагает нам к подобному сочетанию где используются джинсы очень красивую женственную обувь на высоком либо невысоком но тонком каблуке подобная конструктивная деталь будет присутствовать на очень многих брюках этого сезона это безусловно микро тренд быстро проходящий но я увидела подобные брюки уже на реальной моднице запах был несколько шире и объемнее и действительно с одной стороны брюки смотрятся как юбка на запах а с другой стороны ты понимаешь что это все-таки брюки и могу сказать что смотрелись они очень хорошо и безусловно интересные обратите на них внимание если они вам встретятся на витринах я уверенному увидим их с вами обязательно марка маммани итальянская марка региона вената редко предлагает нам какие-то актуальные тенденции демонстрирует их марка рассчитана прежде всего на свой узкий круг клиентов которые приходят за новыми точно такими же вещами просто потому что точно такие же вещи купленные возможно пять лет тому назад просто-напросто по износились эта марка очень любит яркий цвет и традиционно на витринах мы видим красивые и яркие сочетания цветов также для этой марки я неоднократно говорила характерно сочетание практически любого аутфита с кедами либо с кроссовками поэтому если вам нравится так носить и использовать подобную обувь и безусловно можете это делать кстати интересен этот образ я считаю что он неправильный и на реальном человеке будет смотреться нехорошо что именно меня смущает длина брюк я заметила что когда брюки широкие прямые они должны быть действительно что называется в пол когда обувь вот так видно это смотрится не очень органично и как многие думают и полагают и я здесь соглашусь действительно это укорачивает ноги поэтому если брюки широкие если брюки палаццо то лучше чтобы они были в пол неважно какая на вас обувь с каблуком либо без перед нами витрины марки луиза спаньоли с этой маркой на мой взгляд происходит нечто интересное буквально два года назад мы наблюдали что эта марка что называется помолодела она видимо пыталась ориентироваться на более молодую покупательскую аудиторию и там действительно появлялись очень интересные модные вещи то что я вижу сейчас и что я видела на протяжении предыдущего сезона позволяет мне думать что марка отказалась от этой концепции по всей видимости она не смогла завоевать новую клиентскую аудиторию и аутфиты выглядят снова достаточно красиво элегантно классически но безусловно не остромодном кстати эта марка очень любит сочетание светлый верх и темный низ как мы видим с вами слева на манекене и наоборот темный верх и светлый низ это может быть юбка либо брюки чаще всего они белого цвета посмотрите я также неоднократно говорила что на мой взгляд сочетание темный верх светлый низ всегда выглядит более стильно и интересно чем наоборот вряд ли можно говорить о том что анималистичный принт в аксессуарах это прежде всего сумки обувь сюда можно добавить также ремни это очень актуально но это по-прежнему красивое в италии подобные аксессуары очень любят бомбер укороченный вот такой гипер объем сверху это то что в этом сезоне действительно смотрится трендово если вы ищете себе бомбер то выглядеть он должен примерно вот так если вы ориентируетесь действительно на очень модную вещь на очень модный бомбер лично мне он очень нравится обратите пожалуйста внимание на мужское пальто вот такого фасона как правило именно этот фасон подходит женщинам кстати это пальто очень дорогое это марка и трое пальто стоит около 3000 евро посмотрите на подол есть ощущение что его немножко тянет и перекрашивает это тот случай когда действительно часто дорогие вещи к сожалению не выглядят на ту цену которую за ней запрашивают и которую возможно за них была заплачена снова образ от марки валентина и я хочу обратить внимание на фурнитуру посмотрите пуговицы серебряного цвета а заклепки цвета розовое золото и считается я встречала подобное мнение и на мой взгляд она очень распространено считается что подобное разного цвета металлическая фурнитура над и ними это удел действительно недорогого денима недорогой пары джинсов хотя на самом деле это совершенно не так я тоже об этом рассказывала как и недорогой деним бывает с одинакового цвета фурнитуры так и дорогой да не встречается где допустим пуговицы цвет молнии заклепки могут по цвету отличаться немного аутфитов из разряда кто все это покупает настолько это выглядит не актуально одежда слишком узкая и слишком приталенная хотя сочетание пуховик плюс брюки со стрелками до сих пор лично для меня это самое лучшее сочетание если мы хотим красиво носить наш пуховик кстати хочется отдельно сказать по поводу леггинсов и часто леггинсы многие называют лосины этот вид женской одежды в италии до сих пор популярен и очень часто подобные лосины носят как раз таки с пальто реже с пуховиком могу сказать что я сама недавно обзавелась очень интересными леггинсами купила их на скидках многие уже спросили где их приобрела и могу сказать что собираюсь я их носить с пиджаком мужского кроя поэтому лосины лосины любимы здесь в италии очень красивый оттенок серого я его лично называю жемчужные серы при этом если говорить о модных в этом сезоне серых аутфитах полностью сером цвете я тоже рассказывала что это не тот серый который нужно было использовать для того чтобы выглядеть очень модно серый антрацит а серый асфальт это был самый модный оттенок в этом сезоне при этом любой серый цвет до сих пор актуален и до сих пор среди тех марок которые все-таки взяли вектор на универсальный серый белый также черные цвета это цвета которые превалируют в аутфитах и именно эти цвета чаще всего эти марки предлагают в витринных образах при этом мне хочется снова заметить насколько красиво серый цвет будет смотреться по соседству с яркими аксессуарами поэтому если мы все-таки немного устали от ярких цветов но яркие цвета нами любимы то аксессуары ярких цветов это лучшее решение для предстоящего сезона ну что ж мои прекрасные зрители я желаю всем по традиции быть красивыми модными стильными получать много комплиментов и получать от этого конечно же удовольствие мы с вами очень скоро увидимся это была яна скворцова всем пока пока